Всем огромный привет! И сегодня я хочу с вами поговорить на тему парфюмерии. В последнее время это стало моей самой любимой темой. Мне кажется, я на инсюбе уже пересмотрела все видео, посвященные парфюму. Теперь моя очередь об этом рассказывать. Я хочу вам сегодня рассказать о новинках этого года, которые вышли вот буквально недавно и которые меня зацепили. Но еще расскажу вам об одном аромате, который, к сожалению, уходит с нашего рынка. Давайте, наверное, начнем вот с этого моего самого недавнего приобретения. Ну, как приобретение. Его мне подарил молодой человек на 14 февраля. И такой вопрос о том, что ж тебе подарили. Вот. Это туалетная вода Джорджи Армани из их линейки Си. Я вообще раньше на линейку Си не смотрела, потому что их излишняя сладость меня очень сильно отталкивала. И несмотря на то, что я очень люблю сладкие такие, даже броневой, но сладкие парфюмы, вот почему-то линейка Си меня очень сильно отталкивала именно этой самой сладостью. Тут недавно вышел этот аромат, и я, ну, как любопытная Маша, пошла его, естественно, слушать. Я просто поразилась. У меня была мысль, хочу, хочу, вот прям сейчас купи, купи, купи мне. Но 338-й флакон парфюма. Нужно все-таки уже более осознанно подходить к этому делу. Поэтому я ходила месяц вокруг него. Когда я впервые его услышала, он для меня показался просто каким-то невероятно сказочным, просто нежнейшим. Несмотря на то, что Джордж Армани говорит, что это цветочно-шипровый аромат, я шипра там не слышу вообще. Для меня это цветы, цветы, цветы. Я представляю очень раннее утро, когда я просыпаюсь на даче, окруженная цветущими плодовыми, фруктовыми деревьями. Очень-очень рано капельки росы на траве, на распускающихся, едва начавшихся распускаться розах. Только-только все начинает благоухать вот теми самыми цветами. Фрукты чуть-чуть начинают только чувствоваться. Это все смешивается с запахом росы. Это все смешивается с запахом моего только-только проснувшегося еще горячего тела. С запахом теплых простыней. И вот получается этот аромат. Я очень мало, очень коротко слышу в нем фрукты. Потом это все занимают цветы и чуть-чуть они присыпаны пудрой. Сладкой, красивой, очень нежной, очень такой кремовой пудрой. Просто для меня этот аромат вот сейчас вот на этот период времени, когда у нас появляется первое солнышко, которое начинает уже согревать землю, это стопроцентное попадание вот в этот временной промежуток и погодный промежуток. В общем, советую вам протестировать его на себе. Он такой очень интересный. Вот об этом аромате я вам рассказывала, по-моему, в новогодних покупках. И строго говоря, Black Opium от Eves Saint Laurent не является новинкой этого года. Он является новинкой предыдущего 2014 года. Но на наших прилавках он появляется вот буквально недавно, и поэтому решила его включить в это видео. И повторюсь, этот аромат меня удивил, покорил. Я очень долго ждала, когда он наконец-то появится на прилавках, и как только увидела, схватила. Знаете, это изумительный аромат. Но я искренне не понимаю и недоумеваю, почему производитель написал здесь слово опиум. Потому что с классическим традиционным опиумом вот на мой нос нет вообще никакого родства. Совершенно. Хотя я знаю, многие там на фрагнантике пишут, что где-то там что-то слышат. Я не слышу вообще. Давая Даня в моде где-то года, уже полутора лет, это очень сладкий такой тягучий аромат. Производитель говорит, что там нота кофе должна явно слышаться. Я ее не слышу вообще. Я слышу шоколад. Но не сладкий вот этот вот шоколад а-ля Милка. Я слышу очень такой горький шоколад, 99% такой очень вязкий, но все равно очень сладкий. Но не ванильная ваниль, которая, допустим, в Лавея Белли или в Манифеста Эликсири. Хотя, безусловно, они чем-то схожи именно вот этой вот сладостью. Этим при всем, почему этот аромат меня удивил и почему я второй раз вам о нем рассказываю, потому что он не просто такой вот сладенький, нет. Он очень изменчивый, потрясающе изменчивый. И причем эта изменчивость проявляется, когда температура вокруг вас меняется, когда вы из холода идете в тепло, из тепла в холод. Вдруг вы понимаете, что вокруг вас больше не сладость, вокруг вас цветы. Очень много цветов. Я сначала, когда вот впервые ощутила этот эффект на себе, я абсолютно не могла понять, откуда я слышу этот запах. Он близко-близко. Но это же не может быть на мне. На мне же что-то сладкое, на мне какой-то шоколад. И потом, когда я открыла пирамидку и увидела, что там действительно есть белые цветы, я просто аш-ра-ш насмотрела и понимала, что да, неужели я правда их чувствую настолько ярко, настолько интенсивно. Это просто потрясающе. Он не каждый день так раскрывается, нет, к сожалению. Но когда он это делает, меня это каждый раз повергает просто в шок и в какое-то просто предоргазмическое состояние. Очень советую вам его попробовать. Не ставьте на нем крест сразу, потестируйте его несколько дней. Очень удивительно. Он безумно удивительный. И на блонтере вообще никакой. Вот на коже это потрясающе. И третий красавец моей коллекции. Это очередная версия Трезор Ланкомовского, но в версии Ночь теперь. Не буду коверкать французское слово. Французский не мой конек, к сожалению. Когда я впервые его услышала на блонтере, я вообще не поняла, с какого перепугу ночь. Он открывается на блонтере очень позитивно, очень ярко, жизнерадостно, такими фруктовыми нотами. Очень хорошо читается груша такая засахаренная. И вообще по восприятию он мне напоминает императрицу. Вот очень они похожи. Такие легкие, веселенькие, композики, там тра-та-та. И в принципе из-за этого я его и купила. Потому что я его купила через 20 минут после того, как услышала. Мне нужен был такой аромат. Я не очень люблю такие ароматы. Это не мое. Но иногда, когда мне нужно полностью войти в роль такой вот надо, никогда не покупайте ароматы через 20 минут после того, как вы их послушали. Но в моем случае этот сюрприз оказался просто потрясающим. Потому что вот этот вот аромат трезоровский полностью раскрывает меня. Вот эти все мои шизофреничные грани характера. Первые 20 минут он действительно такой веселенький, беззаботный, чудесный, компотикообразный. Но через полчаса у нас случается просто магия. Он начинает на вас потихонечку тлеть. Вы слышите такой вот едва-едва поднимающийся от вас дым. Очень красивый дым. Он начинает становиться сладким, тягучим. И буквально через час-полтора вы отчетливо ощущаете на себе ладан. Причем вот не церковный. Безусловно, какая-то церковность в этом ладане есть. Но этот ладан, он окутан таким молочным пралине. Он очень сладкий, очень тягучий, очень вязкий, просто потрясающий. Он дымится на вас. И те первые ноты у меня в голове никак не складываются с тем, каким этот аромат становится через полтора часа. Стойкость у него на высоте. Я слышу его на одежде до следующей стирки. Я слышу его после душа абсолютно отчетливо. Очень советую вам попробовать присмотреться. Только на кожу, девочки, только на кожу. Мое сокровище, моя радость, боже мой. А вот эта божественная красота, к сожалению, снимается с производства. Сейчас распродаются ее остатки. И я очень долго пыталась уговорить себя, пыталась подружиться с ней. Начались наши сложные взаимоотношения еще осенью прошлого года. Я искала какой-то пудровый аромат. И консультант подвела меня к Шелемару. Но название Шелемар меня безумно испугало. Мне почему-то показалось, что это тот парфюм, который пользовалась еще моя прапрабабка, еще при Петре Первом. Я тогда не особо была вообще в парфюмерной семье, так как и сейчас, собственно. Но сейчас-то я знаю, что это не так давно выпущенный аромат. И я делала к нему подходы. С каждым разом он мне нравился все больше и больше. Я начала его воспринимать на себе. И вот когда я поняла, что все, он мне нужен, я узнала, что его снимают. Что его распродают. Была в огромном количестве косметических магазинах. Нет. Но, к счастью. Инночка. Дорогая моя, спасибо тебе просто огромнейшее. Я безумно рада, что ты издала мне все просто точки. Буквально через 40 минут после того, как я узнала, где он есть, он был у меня в руках. Вот это вот парфюмерная мода последних двух лет на сладкие ароматы. Это абсолютно не про него. Он даже и рядом не стоял с этими ароматами. Очень такой красивый, очень необычный. Для меня необычный. Потому что я свою парфюмерную историю начинаю только сейчас. В первые минуты он даже немножко такой горький. Есть некая такая резкость. Но постепенно, постепенно он начинает превращаться в нечто такое интеллигентное. Очень нежное, очень пудровое. Немножко сладковатое. Цветочное. И вот это вот огромное количество пудры, которое я слышу в нем, для меня это просто невообразимо. Потому что он очень, для меня очень интимный, очень камерный. Его не слышно. На мой взгляд, он не сильно шлейфит. Но это тот самый аромат, который мне хочется наносить на себя, когда я понимаю, что я сегодня максимально в себе. Когда я не хочу делиться своей энергией с окружающими. И он поддерживает вот это вот мое настроение в течение целого дня. И мы с ним в этом плане дополняем друг друга просто изумительно, просто гениально. Так что, девушки, если вдруг наткнетесь где-то, в каком-то магазине, обязательно попробуйте. Может быть, у вас с ним тоже случится любовь. Не сразу, но может быть, даже и сразу. Почему нет? Обязательно поделитесь со мной в комментариях мнением о тех новинках, которые вы уже успели попробовать. Может быть, это что-то еще, что не показала я и о чем тоже я еще не знаю. Обязательно рассказывайте мне о своих самых любимых ароматах. Мне будет безумно интересно почитать. Если вы еще по какой-то причине не подписались, то обязательно подписывайтесь. Я вас всех очень люблю. Всем вам парфюмерного рая. И всем пока-пока.